В Северной столице завершился первый международный фестиваль-конкурс исполнителей духовной музыки «Релига», в котором приняли участие свыше 60 солистов и более 10 хоров и ансамблей из разных стран. Закрытие фестиваля состоялось в стенах Санкт-Петербургского университета культуры и искусств, где, собственно говоря, и был задуман этот музыкальный проект. На заключительном концерте выступили лауреаты конкурса из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Вот, к примеру, знакомый всем воскресный тропарь в исполнении сербского хора. По мнению организаторов конкурса, его проведение способствует не только духовно-нравственному развитию, но и привлекает внимание людей к сокровищам духовной культуры, к объединению современного общества на основе вечных ценностей добра и красоты. А для участников фестиваль становится площадкой по обмену ценным опытом. Наш фестиваль и наш конкурс называются «Религо». «Религо» означает «воссоединение». Но это не воссоединение людей между собой, это воссоединение каждого человека со своим духовным первоисточником. Поэтому наш фестиваль так и называется – «Религо», то есть «воссоединение». Основная цель, основная задача нашего конкурса, как я говорил, это показ произведений, музыкально-духовных произведений, которые принадлежат всему человечеству. Но самое главное – показать их духовную сущность, их духовную наполненность, а не только чисто профессиональным мастерством. Для любого коллектива вступление в конкурсы, в фестивали – это всегда рост, это всегда впечатления большие. И прежде всего, конечно же, впечатления в творческом плане – это знакомство с репертуарами, с новыми коллективами, с новыми манерами. Не секрет, что многие десятилетия в нашей стране замалчивалась та сфера музыкального репертуара, чьей основой была религиозно-духовная составляющая. Это относится к редко исполняемым церковным произведениям отечественных и зарубежных композиторов XIX-XX веков, которые, по словам исполнителей, лучше звучат не на сцене, а в храме. В церкви преобладает акустическое звучание, которое дает именно то, что композитор хотел показать в духовной музыке. То есть в простой комнате этого не спеть. Несмотря на большой географический разброс участников конкурса, в следующем году их вновь объединит духовная музыка. Большинство исполнителей – люди довольно молодые, чего зачастую не скажешь о слушателях. Организаторы постараются приложить все усилия, чтобы исправить эту ситуацию, по крайней мере, в родном Петербурге. Следует еще раз подчеркнуть, что работая с молодежью, со студенческой молодежью, особенно четко понимаешь, и, наверное, даже жестко понимаешь, необходимость того, что происходит сейчас с духовной музыкой. Необходимо для воспитания толерантности, для воспитания общей культуры, прежде всего, привлекать молодое поколение к духовной музыке. И, без всякого сомнения, нам еще и педагогам, и воспитателям, и университетам предстоит еще много сделать для того, чтобы приобщить к этой духовности молодежь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!